Совет Федерации сегодня одобрил законопроект о реформировании бюджетных организаций. Речь идет о том, что бюджетные учреждения, детсады, больницы и школы планируется перевести на самоокупаемость, то есть делать коммерческими. Предполагается, что государство будет оплачивать лишь часть услуг, например, в школе несколько учебных часов по ряду предметов. Означает ли это, что бесплатного лечения и образования в России вскоре просто не будет, выяснял наш корреспондент Евгений Подумный. В названии закона ни слова об образовании и здравоохранении. Документ со сложным заголовком о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных и муниципальных учреждений. Он через Госдуму прошел тихо. В минувшую пятницу депутаты приняли его в третьем чтении. Закон почти не обсуждали, но вот почему на охотном ряду документ принимали в спешке, стало понятно уже на этой неделе. Теперь школам, больницам, санаториям и домам культуры разрешено зарабатывать. Причем не просто разрешено, закон обязывает бюджетников стать предпринимателями. По сути, школы и поликлиники будут выполнять определенный государственный заказ, за это получать субсидии. А вот за то, что государству не нужно, придется платить клиентам, то есть родителям, пациентам или их родственникам. Ну, например, два урока русского языка в неделю это бесплатно, а вот еще два уже за деньги. Совет Федерации, так же как и Госдума, закон одобрил, но при этом сенаторы то ли специально, то ли случайно называли вещи своими именами. Строго говоря, через два года мы получим 330 тысяч новых менеджеров и одновременно предпринимателей, которые будут руководить нашими школами, больницами, домами культуры и так далее. При этом вся их предпринимательская деятельность до этого опиралась только на поборы с родителей и с возможным посетителем больниц. Представляете, что это будет за команда предпринимателей? Сам Новиков проголосовал за закон, но предложил правительству хотя бы обучить педагогов и врачей новой профессии. Татьяна Геннадьевна, вы скажите, будет бесплатное образование, школьное образование в нашей стране или нет? Заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко долго отвечала, но по сути так и не ответила. И родители, и педагогов, а пока только они отреагировали на законодательную инициативу, больше всего возмутила даже не суть документа, а то, что закон не обсуждали заинтересованной стороной, людьми, которых в первую очередь коснется монетизация. Почему вообще широкому обсуждению не подвергнуть судьбоносные для государства документы? Но я очень боюсь, что документ, одобренный Думой, может получить подтверждение, как получил подтверждение ЕГЭ. Масла в огонь добавили и так называемые профильные ведомства. Руководителю Рособранадзора отказалось обсуждать новый закон. Этот вопрос я даже не очень представляю, в какой области компетенции в моей службе это находится. А в Министерстве образования предложили обратиться в экономический блок правительства. Я вам говорю, в некоторых комментариях речи быть не может. Предполагается, что все реформы вступят в силу через два года, но уже сегодня многие школы готовят родителей к самым разным переменам. При этом мнение мам и пап никто не учитывает. Перед директором поставлена проблема. Вы, скорее всего, будете автономным учебным заведением. Это значит, что какую-то часть денег вам будет давать государство, очень маленькую часть, а остальную часть денег вы будете зарабатывать сами. Педагоги запуганы. Педагогов уже предупредили, что если они утюхомирят родителей, то у них будут проблемы. Вот такая информация. Разве это вообще как-то укладывается в понятие демократического государства? Или что там? Какое у нас там государство строит, уважаемая Госдума? Закон еще должен подписать президент страны, и эксперты полагают, что в Кремле документ не одобрят. Хотя, по сути, многое из того, что разрешит закон, уже давно реальность. Но покупают же родители учебники и оказывают посильную и такую добровольную спонсорскую помощь школам. Во многих больницах разве что уколы делают бесплатно. Но если раньше это было незаконно, то депутаты и сенаторы почему-то решили не бороться, а узаконить парадокс. Евгений Поддубный и Андрей Костров. ТВ-центр. Москва.